Здарова, Клэшеры! Третий выпуск Школы Отзывов уже готов и томится в ожидании, так что хватайте что-нибудь вкусненькое и погнали смотреть! Для новых зрителей на моём канале и для тех, кто просто подзабыл, что происходит, напоминаю. Я захожу на страничку игры Clash of Clans в Play Market, открываю вкладку отзывов и отбираю те отзывы, которые представляют некоторую историческую ценность. Так вот, сегодня я нашёл там следующее. Ну и да, 666 лайков и выходит четвёртая часть. Вы знаете, что делать. В игру надо играть легко и весело, а вы сделали какой-то экзамен по высшей математике. Играть в тяготь стало. Вот такой вот коммент оставил злой чесс, очень сложная игра Clash of Clans для него. Вот так вот, ребята, интересно для некоторых игроков Clash of Clans сродни экзамену по высшей математике. Просто невероятно сложная игра, причём, насколько я понимаю, имеет в виду он именно изменения в последних обновлениях. Где там стала игра сложнее, я точно не знаю, но в принципе, суть его комментария я согласен. Игра должна приносить веселье и играться должно быть в удовольствие, но не обязательно легко. ТХ-13 вышел, всё норм. Оставил этот комментарий плазма, две звезды, из будущего парень нам пишет, 13-й ТХ вышел, всё норм. Так что, ребят, будьте уверены, обновление, которое скоро появится в Clash of Clans, там всё будет зашибись. И ТХ-13 там норм. Простой чел, игра всё хуже и хуже. Было топ, стал дном полным. Извините, фанаты, но это правда. Что ж, я отношу себя к фанатам Clash of Clans, и так уж и быть простой чел, я тебя прощаю. Но остальные фанаты, не знаю, в комментариях напишите, прощаете вы этого простого чела, либо не прощаете. Ну сорян, ребят, была игра нормальная, а вот добавили 12-ю ратушу, ДС, всякие плюшки, игры кланов, ЛВК, и игра стала полным дном. Но уж извиняйте. Санет Бахтияров. Графика норм, но всё дорогое. Крайне позабавил меня этот отзыв. Два критерия, которые вынес, наверное, как самые важные санет в своём отзыве, это то, что графика норм, но при этом всё дорогое. То есть, два параметра, графон и цены построек в Clash of Clans, или он имел ввиду донап, мне, если честно, не особо ясно. Но за это он впилил игре одну звезду. Вы понимаете, одна звезда за два параметра. Санет, ну зачем так жестоко-то? Разработчики-то старались, вводили, добавляли всякое для тебя, а ты оценил игру всего по двум параметрам. Эх, обидно же. Кирилл Герловский. Разработчики, вы уже достали. Почему игра с интернетом? И в том числе, Clash Royale. Ах, ну тут, конечно, хотелось бы пробить большого такого смачного фейспалма. Почему игра с интернетом, ребят, действительно, почему игра с интернетом? Ведь мы играем постоянно друг против друга по сети. Можно же было реализовать это как-то без сети. Нет, нельзя было, Кирилл, реализовать это без интернета. Ты играешь в сетевую игру с другими игроками. Да, определенно, возможно, можно было реализовать такой вариант, что типа, ты заходишь в игру, там, проходишь одиночную кампанию, там, улучшаешь какие-то здания без интернета, а потом включается интернет, и данные о твоих изменениях поступают на сервера Clash of Clans. Но это было бы слишком сложно. Ты играешь в интернет-игру, тут нужен интернет. Что за бред? Одна звезда за игру с интернетом? Кирилл, ты жесток. Со, у меня не заходи, я ничего не могу сделать. Исправьте ошибку. Исправьте ошибку. Ну, профи, он и в Африке профи, профессионал Clash of Clans, но, к сожалению, с ошибкой. Разработчики, прислушайтесь к этому отзыву, исправьте ошибку и дайте человеку насладиться, в конце концов, игрой. Дайте ему поиграть немного. Игра хорошая, но есть минусы. Первый. Почему убрали глобал? Второй. События? Три. Где тринадцатый Танхол? Четыре. У меня была шестая ТХ, не смог заново. Ну, это поняли. Пять. Ну и все плохо. Через два-три года игра опустеет, если не исправите. Ох, все начиналось вроде бы неплохо. И отзыв, в принципе, на две звезды, что, в принципе, очень-очень неплохо для моей рубрики. И пункты вроде бы начинались нормально. Типа, почему убрали глобал? Все аргументировано, все четко. Но потом началось второй пункт. События. Что события? Что ты имеешь в виду? Третья. Где тринадцатый Танхол? Ну, через недельки-две выйдет. Но почему тебя это волнует? Ты сейчас играешь в игру до обновления. После обновления добавят тринадцатый Танхол. И ты сможешь оценить это обновление. Ты уже в претензии, что нет тринадцатого ТХ? Так давайте после выхода тринадцатого Танхола будем в претензии, что нет четырнадцатого ТХ и пятнадцатого. Разрабы, где пятнадцатый ТХ? Ставлю дизлайк. Одна звезда. А четыре, пять пунктов, и там уже все. Чувак поплыл. У меня была шестая ТХ, не смог заново, но это поняли. Нихера мы не поняли, Игнат. Ничего не понятно. Ну и пять. Ну и все плохо. Ну, как бы подытожил, действительно. Исходя из вышеперечисленных пунктов, все действительно в игре просто отвратительно. Но меня также еще и позабавил таймер, который выдал Игнат игре. Через два-три года игра опустеет. Ребят, будьте спокойны. Два-три года, по словам Игната, Клэшов Квенсу еще жить. Так что можно не волноваться. Степан Михайлов. Здесь разрабы узкопленочные. И игра такая же говнища. Играть с соперниками, которые на голову мощнее, я бы прыгал у вас на глазах, на лице твоего ребенка. И смотрел на твою реакцию. Олень, ты. И еще животное. Ты и. Это мягко сказано. Куча-куча дизлойсов. Разраб. Чмо. С мягким знаком. Ух, разраб. Ну ты, конечно, и чмо. Заслужил просто всего вышеперечисленного. От Степана и по глазам прыгать и на лице ребенка. Боже мой. Это жесть. Капец. Если когда-нибудь введут в интернете регистрацию по паспорту, либо по каким-то другим данным, чтобы можно было установить личность. Буквально за вот этот вот комментарий, человека можно было в тюрягу бы запереть. Откуда столько жестокости? Степан. Одна звезда. Игре. Что тебя не устраивает? Ничего толком не написал, но игра говнища. Разраб. Чмо. И олень. Откуда столько жестокости берется у ребят? Ну вот. Компьютерные игры что ли? Ну, ребят. Ну, нельзя же-то. Пушистые лапки. Блин, какой милый никнейм. Здравствуйте. Ребенок в течение нескольких дней покупал кристаллы Brawl Stars. Без моего ведома. Конечно, чтобы избежать подобного в будущем, я сменю пароль. Я не могу найти вашу контактную информацию, чтобы связаться с вами. Свяжитесь со мной, пожалуйста. Ну, тут стоит только похлопать этому чудесному ребенку, который тратил деньги мамы, либо папы, на кристаллы к Brawl Stars. Забавно, что этот отзыв написан в комментарии к Clash of Clans, но игры, в принципе, от одного разработчика. Тут осуждать родителей не будем, но ребенок просто красавчик. Тратил деньги родителей на донат в игре Brawl Stars. Ух, интересно, чего он добился своими тратами и своими донатами, но это крайне забавно. Блин. Ребята, если у вас еще нет своих денег, не берите без ведома родителей их карты и не оплачивайте с помощью этих карт донат в игре. Ну, скорее всего, родители, когда узнают, сильно расстроятся на этот счет. Почему мои друзья не могут меня атаковать? Вы че, охренели там все? Вот так вот Изя выставила две звезды Clash of Clans, потому что его друзья не могут его атаковать. Знаете, это как своеобразный вид садомазохизма, то есть «Я хочу, чтоб меня атаковали мои друзья! Вы че там охренели? Добавьте эту возможность!» Ну, вообще, в принципе, было бы прикольно, наверное, если бы его друзья могли его атаковать, но они и так могут его атаковать. Заходишь в клан, кидаешь испытания, и друзья тебя атакуют. В чем проблема? Просто, видимо, Изя не видит такой вот момент, что если бы можно было атаковать своих друзей вот именно на ресурсы, то тогда можно было бы легко донатить кому-то на аккаунт ресурсы. То есть ты нафармил фулл-ресы на своем аккаунте, даешь другу тебя атаковать, например, с ТХ-6, ТХ-9, и он за парочку атак набирает фулл себе хранилище и легко качается. Видимо, Изя это не совсем понимает. Но отзыв крайне забавный. Вы че, охренели? Почему друзья не могут атаковать? Ох, Изя, Изя, заслуженная двушка для целой игры. Только за счет того, что друзья не могут его атаковать. Хотя на самом деле, через испытания в клане, они могут это делать. Алексей Шепелев. Я попросил изменить метки для поиска. Уже месяц прошел. Оценка будет один. Когда увижу изменения, тогда я изменю оценку. Вот это, блин, от Лехи жестко влетает. Он поставил разрабам срок в целый месяц. Уже целый месяц прошел. А его предложение в игру так и не вступило. У, блин, ребят, разработчики. Если вы так и дальше продолжите злить Алексея, вам точно будет не сдобровать. Задумайтесь о своем поведении и добавьте уже все-таки эти метки поиска, про которые он говорит. А так оценка будет один. Заслуженный один за то, что Алексею его желание не исполняете. И тут наступает часть видео, где напоминаю вам ставить лайки и подписываться на канал. Давайте так. Если это видео наберет 666 лайков, я выпускаю четвертую часть. И еще кое-что. Если досмотрели видео до этого момента, в комментарии пишите слово «Шкала отзывы». Так я буду знать, кто досматривает видосы до самого конца и кто мой бро. С вами был Жи. На экране помимо интересных отзывов был геймплей из игры Left 4 Dead 2, ну а музыку к видеоролику вы можете найти в описании. Советую посмотреть видео на моем канале, ссылки на парочку интересных видосов будут в описании. Удачи вам и увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok